Пастор Алексей Пастор Алексей Что такое поклонение, что такое ходатайство, что такое духовная брань, для меня большая ответственность сегодня коснуться таких важных моментов в нашем служении поклонения и прославления как истоки и смысл поклонения. В этом семинаре мы коснемся трех серьезных и глубоких вопросов. Поклонение и первая заповедь. Поклонение и духовный мир. Поклонение, сила и власть. Давайте откроем Иоанна 4, 21. В этом месте Иисус Христос излагает самарянки, очень глубокие и очень важные понятия истинного поклонения. Хотелось бы прочитать с 21 стиха. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. По сути, в этих словах звучало пророческое слово. Наступает время истинных поклонников. В этом разговоре Иисус провозгласил эру реального и настоящего поклонения. До этого была неразбериха. И это очень серьезный упрек, который сегодня Иисус может бросить многим из нас. Вы не знаете, чему вы кланяетесь. А мы знаем. И Он сказал, но поверь мне, я наведу порядок в своей церкви. Я наведу порядок в сердце каждого честного человека. Я наведу порядок в каждой структуре. Я хочу просветить моих людей в области поклонения. Наступает время и наступило уже, когда всякое невежество, предрассудки, всякие религиозные заморочки, всякие продукты человеческих умозаключений уйдут в сторону и на арену реального служения Богу выйдут истинные поклонники. Хотелось бы подчеркнуть этих два слова. Истинные поклонники. Бог провозглашает эру истинного поклонения. По моему глубокому убеждению, последнее сражение в человеческой истории будет происходить не между президентами и армиями, вооруженные ракетами и последними достижениями военной индустрии. Последнее сражение будет происходить между поклонниками Божьими и поклонниками дьявола. Потому что поклонение – это на самом деле самое великое оружие Царства Божьего. Поверь мне, что наступает это время. Итак, Господь Бог ищет Себе. Обратите внимание, Иисус сказал, что наступает время истинных поклонников, которые будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Время бездуховного поклонения закончится и начнется время духовного служения. Вчера прозвучало великолепное откровение, пересекая границы. И я советую каждому из вас взять этот материал, внимательно его изучить и распространить. Потому что в основе любого служения, тем более прославления и поклонения, главный смысл нашего служения – пересекая границы. Наш мир духовно материален. И мы знаем границу физического мира. И если поклонник не пересечет границу физического мира и не войдет на территорию в пространство духовного мира, то есть в четвертое измерение, это нельзя назвать поклонением. Потому что истинное поклонение связано с искусством пересекать границы духовного мира. Реальные поклонники вхожи в духовный мир. Реальные поклонники знакомы с духовными движениями. Без духовного поклонения в природе не бывает. Бог есть дух. Поэтому дух требует духовного отношения к себе. Поэтому время истинных поклонников – это время тех людей, которые способны были победить земное притяжение и познать, в чем состоит секрет исполнения Духом Святым. Познать секрет движения в духовном мире, ориентации в духовном мире и способностью, находясь в духовном мире, влиять на процессы, которые происходят на территории материального или физического мира. Итак, таких поклонников Отец ищет себе. Подчеркните это слово. Отец ищет себе. Другими словами, Господь хочет найти этих людей, отделить их от общего пользования и приблизить к себе. Хотите или не хотите, поклонники – это привилегированная каста. Это те люди, которым Бог вверяет нечто такое, чего Он никому и никогда не вверял. Я глубоко убежден, что поклонение – это есть привилегированное служение. Отец ищет себе. Себе. То есть, это будет Его ближайшее окружение. Хотелось бы здесь отметить мысль. Отец ищет. Следующая мысль. Ищет. Отец ищет. Искать можно только то, что однажды было потеряно. Когда женщина потеряла драхму, она включила свет, и она стала тщательно мести свою комнату, потому что в ее ожерелье не хватало одной драхмы. А если не полноценное ожерелье – это не ожерелье. Она не могла с таким ожерельем выйти куда-то в гости, выйти куда-то на банкет. Друзья, честные люди всегда ищут то, что они теряют. Такими людьми Бог ценит. Когда Давид в конце дня считал овец, раз, два, три, четыре. И там, где должно быть сто овец, и он насчитывал девяносто девять, он говорит, нет, я пойду искать эту одну овцу. Если мы будем ценить тем, что мы однажды теряем, и искать, и находить, Бог найдет нас. С чего начинается поклонение? С честного самоанализа. Когда мы следим за полноценностью. Когда мы следим за тем, что мы упакованы, оснащены, оборудованы, и у нас есть полнота. Полный сет. Полная укомплектовка. И без прославления, без поклонения, все церковные служения – это как ожерелье, в котором нет главного бриллианта. Я повторюсь. Возьми все служения, которые есть в церкви. Во время этой недели мы с вами были свидетелями этого целого военного парада. Это была на самом деле такая галерея огромных, великих, прекрасных служений. Это как большое-большое Божье ожерелье. Но поймите, что прославление и поклонение – это главный бриллиант вот в этом ожерелье. Почему? Да потому что служение, поклонение, оно относится к первой заповеди. Первая есть первая. Почему я говорю о привилегированной касте? Почему я говорю о особом приближенном обществе к Богу? Да потому что первая заповедь, она и людей делает первыми. Если твое служение рассчитано на первую заповедь, ты будешь первым, а не вторым. Искать можно только то, что однажды было потеряно. Друзья мои, проблемы существуют не только на земле. Проблемы существуют и на небе. Ты скажешь, неужели на небе тоже существуют проблемы? Представьте себе, мы созданы по образу и подобию Божьему. Мы теряем, потому что однажды и Бог что-то потерял. Если мы с вами с Богом познакомимся, мы будем с вами настолько удивлены, что Он такой человеческий Бог. А мы – божественные люди. И между нами есть что-то очень много общего. Итак, что же потерял Бог и как это случилось? Давайте посмотрим. Книга пророка Иезекииля, 28-14. Иезекииля, 28-14. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями и перечисляются. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей. Ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Да коли не нашлось в тебе беззаконие. Из невидимого происходит видимое. Мы хотим, друзья, сегодня заглянуть за эту таинственную завесу истоки поклонения. Что это? Всякий раз, когда я заглядываю за кулисы официальной Божьей сцены, за кулисы этой всей человеческой истории, за кулисы небесных войн и небесных конфликтов, мое сердце всегда трепещет. Потому что это великая тайна. Друзья мои, когда мы глобально мыслим, у нас будет глубоким поклонение. Мы с вами поймем, что поклонение это не просто песни, а это способность пересекать границы, разбираться в том, что происходит в духовном мире, понимать, где добро и зло, где корневище тех проблем, с которыми мы встречаемся в физическом мире, понимать, как Бог решает эти проблемы. И когда мы будем идти тем же самым путем, мы с вами будем больше, чем победители. У Бога есть десять заповедей. И первая заповедь. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Престол Божий утвержден на десяти заповедях. Эти десять заповедей являются конституцией Царства Божьего. И первый пункт Конституции Божьего Царства – это авторитет царя этого царства. Первая заповедь защищает достоинство, авторитет и власть главы государства, то есть Бога Отца. И Люцифер был создан исключительно для узконаправленной, но чрезвычайно стратегической и важной работы. Он был создан для того, чтобы осенять и покрывать славой Божий престол. Только прославленный Бог может царствовать. Только прославленный Бог может творить. Только тот Бог, авторитет и достоинство которого защищено, Он может управлять всеми вселенами и созданным им собственными руками миром. Люцифер был создан для специфического служения. Обратите внимание, Он находился в Едеме. 14 стих, обращаю внимание и подчеркиваю, что помазание не принадлежало ни одному архангелу, ни одному Серафиму, ни одному Херувиму, кроме Люцифера. Подчеркните это слово, ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять. В чем заключается привилегия Люцифера в том, что у него было такое помазание, которого ни у кого не было. Ты был помазанным Херувимом. Ты не просто был Херувимом, на этом Херувиме пребывало специфическое помазание, чтобы осенять. Защищать первую заповедь, это, вы знаете, как вот Кремль защищают самые лучшие гвардейцы. Это как Мавзолея защищают мертвого оленяна. Но живого Бога защищали самые лучшие отборные гвардейцы от этого поклонения. Потому что если рухнет первая заповедь, рухнет престол. А если рухнет престол, авторитет Бога рухнет. Вы понимаете? Это сердцевина, и это основа. Бог не признает демократии. Мы должны это усвоить. Наши испорченные мозги, они всегда сопротивляются против идеи теократии. Мы с вами всегда рассматриваем теократию как тиранию. Вернее, ассоциирует у нас теократия как диктатура или как тирания. Мы должны освободиться от этого и сказать, он Бог, у него вся власть, и что он сказал, он и будет делать. И он не терпит, говорит, я Бог и не потерплю, и славы моей никому не отдам. Запомните, в Царстве Божьем нет демократии, а значит нет других богов. Есть только один Бог. И все, что Бог сотворил, он вложил программу в свое творение Господу Богу твоему, Творцу твоему, Создателю твоему, Тот, кто тебя сотворил, кто для тебя мир сотворил, поклоняйся и Ему одному служи. Поклонение – это дань справедливости, потому что творение обязано Творцу. И точно так же, как всякое творение поклоняется Богу, так же, как в церкви, все должны поклоняться Богу, но есть те, кто руководят этим служением. У нас вот есть группа прославления. Это не означает, что только они прославляют Бога, остальные – нет. Именно группа прославления, именно те, которых Бог избрал, они показывают стандарты этого поклонения. И Бог сотворил Люцифера для специфического служения. Я сотворил тебя. Я вложил в тебя премудрость. Я создал для тебя драгоценную одежду. То, что сегодня на сцене шоу-бизнеса это все блекнет в сравнении с тем, что Бог придумал для первого поклонника. Это одежда. Там перечисляются все камни. Там огнистые камни. Там такое шоу. Там были такие лазеры. Там было такое свето-представление, что, мне кажется, сегодня люди даже еще с тысячной, миллионной долей не могут воспроизвести. Ребята, мы однажды это увидим. Бог не разрушил эти горы огнистых камней. И эту одежду, которую Он соткал, эту одежду, которую Он специально приготовил, она была совершенной. Когда Он творил Херувима, Он вкладывал в него на тончайшем уровне эти все творческие, креативные фибры, чтобы осенять. Ты ходил среди огнистых камней, и твоя задача была, я думаю, что там было очень много, очень много других ангелов, задача которых сводилась к тому, чтобы поклоняться и говорить, свят, 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 свят Господь Сауов. Мне кажется, пророк Исаия, который однажды пришел в храм и увидел этих шестикрылых серафимов, это была, может быть, одна из, одна часть из той команды прославления, которые говорили, свят Господь Сауов, и освещали его храм. Так вот, друзья, не отвлекаясь, я говорю, что Бог потерял и как это произошло. Если эта женщина потеряла главный бриллиант своего колье, и она тщательно искала, посмотрите, главный бриллиант среди всех архангелов и херувимов это был Люцифер. Много было разных бриллиантов и украшений, но это было как самый главный, который блистал, который украшал, который как бы не то, что дополнял, а как раз утверждал эту полноту. И наступил день, когда в сердце Люцифера нашлось безаконие. Произошла первая война на небе. Писание говорит, что Люцифер увлек третью часть звезд. Это совершенно не означает, что третья часть звезд была в его департаменте. Это означает в том, что пользуясь властью, пользуясь помазанием, пользуясь авторитетом, своей позицией, он начал в сердце своем думать, а почему я на ступеньку ниже? Почему Бог всемогущий на ступеньку выше? Вы знаете, от славы, от успеха иногда кружится голова, но мы должны вовремя останавливаться. из-за того, что Бог так щедро поделился с тобою, это не означает, что ты наравне с Ним. Что возникало в сердце Люцифера? Взойду выше звезд Божьих, подниму престол свой и стану равным Всевышнему. Как творение может быть равным Всевышнему? Бог сказал, я своей славы никому не отдам и мою первую заповедь должны защищать поклонники. Он бы мог сказать, Люцифер, чего тебе не хватает? А Люцифер бы сказал, капитанского штурвала, но в моем государстве нет демократии, у нас не может быть двух равных престолов, у нас не может быть двух равных богов, у нас не может быть демократией духовной, я Бог, я творец, я изначально, ты творение. Но, друзья, перешкалило и произошел этот первый конфликт. Вы знаете, Бог потерял. Мне кажется, у Бога есть две потери, о которых Он, мне кажется, скорбит больше всего. Первое, это Люцифер. Это то, что было копией самого Бога. Это то, что было верхом всякого совершенства и путей Божьих. Это тот, кто был вторым после Бога. Послушайте и делайте вывод, поклонники вторые после Бога. Они были похожи. Единственное, что Он был на ступеньку ниже. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Что Бог потерял, о чем Он больше всего скорбил, мне кажется, две потери, которые Богу не дают покоя до сегодняшнего дня. Первое, это Люцифер, это драгоценная драхма, которая упала. И второе, это человек, который был создан по образу и подобию Божьему. Я не знаю, какая из этих драхм для нашего Бога дороже, но я точно знаю, что Бог скорбел и о первой потере, Он скорбел и о второй потере. Бог ищет то, что Он однажды потерял. И здесь записано, «Я не зверг тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Херувим осеняющий. Я не думаю, что здесь Господь говорил, эти слова злобно, агрессивно и пренебрежительно. Когда ты теряешь то, что на тебя похоже, то, что содержит внутри себя почти, что тебя самого, ты почти, что теряешь самого себя. и когда он его низвергал, мне кажется, он это делал со слезами на глазах. Потерять такого служителя, потерять такую красоту, потерять такое великолепие, такой талант, такое совершенство, это почти потерять себя. Идея проста. Херувим был низвержен на землю, а помазание осеняющего Херувима осталось на небе. И мы теперь начинаем понимать, для чего Отец ищет поклонников. Потому что это помазание осеняющего Херувима осталось невостребованным. Мудрость осеняющего Херувима осталась невостребованной. Его вот огнистые камни остались невостребованными. Наследие этого осеняющего Херувима осталось пустым. Сам Херувим превратился в дьявола и сатану. Эти великие ангелы, которые поклонялись Богу, они превратились в демонов и бесов. Потому что когда Бог убирает помазание, самые красивые люди могут превратиться в чудовище. И вот это помазание у Бога осталось. Осталось оголенной первая заповедь, которая является основанием его престола. И Бог Отец теперь ищет поклонников, которым бы Он мог верить эту красоту. Это помазание и это совершенство помазания осеняющего Херувима вот наследие каждого поклонника. Мудрость, совершенство, красота, привилегированная каста, потому что поклонники обслуживают первую заповедь. Они осеняют престол Божий. Причем престол Божий находится не на земле, он находится на небе, и поэтому способность реальных и истинных поклонников, которых Отец ищет себе, заключается в том, что они способны пересечь границы и встать на то место, на котором некогда стоял Херувим осеняющий. Почему я об этом говорю, потому что когда ты на пике своего восторга и взлета хотя бы краешком своего сознания или духа прикасался вот к этим вершинам той горы, эти мгновения невозможно сравнить ни с чем другим. И наша задача уйти в глубины этого Божьего Царства, чтобы ощутить то, что ощущал Люцифер до своего падения. Это не наша гордость, это желание Отца. В природе не может быть пустоты. Если кто-то уходит, обязательно другой должен прийти. я начинаю понимать, почему Отец ищет поклонников себе, потому что это его собственная проблема. Он хочет скомпенсировать то, что однажды у него было. Поклонники обеспечивают полноценность Царства Божьего. Мы не компенсируем место Михаила Архангела. Мы не компенсируем позицию Гавриила, но мы компенсируем позицию самого совершенного, самого великого и самого важного служителя в прошлом Царстве Божьем. Это Люцифер. Отец ищет поклонников. Если бы ты спросил меня, ну и как, ну и как у Бога получается, вы знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Я просто вижу человеческого Бога. Я вижу человечного Бога, так лучше сказать, потому что сможет и у него бывают проблемы, и он борется, и он побеждает. Он похож на нас. Аминь. Он потерял, и теперь он ищет, ищет, ищет. И скажешь, ну как у него получается, Иоанну, богослову однажды Господь показал, давайте откровение перелистнем и заглянем, что там получается или не получается. Мне кажется, этот вопрос задавал и сам Иоанн богослов. Господь, ну ты нашел хоть одного поклонника? После того, когда этот Люцифер упал, как? Это помазание ты кому-то отдал? Смотрите, пятая глава вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Место Люцифера возле престола не осталось пустым. Мы читаем, что тысячи тысяч, Господь нашел уже тысячи тысяч, и у Него все еще возле этого престола остается место для тебя и для меня. Халлуйя! Тысячи тысяч, и тьмы тем, и они стоят вокруг престола, и говорят громким голосом, достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила сидящему, Боже, вы посмотрите, что такое реальное поклонение? Это то, что объединяет сферы духовные со сферами материальными и физическими. Всякое творение, которое на небе и на земле, под землей, в воде, в море, они, всякое творение, оно говорило громким голосом славу и величие Господу, всякое создание говорило сидящему на престоле и агнцу благословения, честь, слава и держава во веки веков. Друзья мои, я бы так хотел, чтобы сегодня мы как-то заглянули за завесу наших привычных материалистических представлений о прославлении. поклонение объединяет духовный мир с миром материальным. Поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и в истине, потому что Бог есть дух, есть престол. Молись о том, чтобы однажды в жизни тебе пережить прикосновение к престолу. У нас много песен про престол. Много есть мест в Библии про престол. Но пусть однажды престол станет частью нашего опыта. На престоле агнец Божий. Мои венцы, мои достижения, моя любовь, мой опыт, я поклоняюсь тебе, потому что ты достоин, агнец, принять славу, честь, богатство, моя жизнь, твоя собственность. Ты только начинаешь говорить, и ты чувствуешь, что твой дух пересекает границы. Сегодня у нас теоретическая часть, но ты чувствуешь, что Слово Божье, оно меняет атмосферу. Мы другие, потому что мы понимаем свое место, мы понимаем, что песни это лишь трамплин, с которого мы можем катапультировать в Божьи глубины и встречаться с ним, переживая то, что однажды переживал экс-лидер прославления, Херувим осеняющий. Давайте закроем глаза. Попроси Господа однажды встретиться с ним. Скажи, Господь, о чем я слышу? Я хочу однажды это пережить. я хочу встретиться с Тобою возле престола. Я хочу, чтобы это слово стало плотью. Сингла макест рома хандая. Если ты ищешь поклонников, которые бы поклонялись Отцу в Духе и Истине, Боже, пусть одним из них стану я. Пусть одним из них станет тот, кто рядом со мной. О, Отец, если ты сегодня внимательно смотришь на Латвию, если ты сегодня внимательно смотришь на Белоруссию, Россию, Украину, Европу, мы просим тебя, подними армию твоих левитов, подними армию святых и праведных поклонников, которые бы были способны пересекать границы, которые были бы способны уходить в глубины твоей благодати. Господь, исцели нас, разбей всякие твердыни, барьеры, и пусть будет взят удерживающий, пусть наша жизнь наполнится славой твоей. О, Боже, обрати внимание на мое сердце, обрати внимание на мою жизнь, обрати внимание на мое служение. О, возьми меня, Господь, и поведи меня во святое святых. Возьми меня во святое святых. Я хочу видеть славу твою, я хочу видеть красоту твою, я хочу видеть могущество твоё. Я благодарю тебя, Иисус, я благодарю тебя, Отец, за то, что ты прикасаешься к нам. Благодарим тебя, Отец. во имя Иисуса Христа. Амин. Сейчас будет десять минут. Пожалуйста, всё, что вы записали, всё, все свои впечатления, которые у вас остались, пожалуйста, давайте поделимся друг с другом. Всё, что вы записали, что вы поняли, что вы схватили, всё, что поможет вам дальше двигаться ваше служение, разбейтесь по парам, пожалуйста, и поделитесь. Обратная связь десять минут, это очень важно, друзья. Это очень важно. Пять минут в одну сторону, пять минут в другую сторону. Пожалуйста, через десять минут мы встретимся снова. мы говорим о небесных поисках. Отец ищет поклонников. Если мы откроем Луки 18 глава, 8 стих, то здесь мы можем найти 18,8. «Сказываю мам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле». Странная картина получается, что на небе много проблем на самом деле. Отец что-то ищет, сын что-то ищет, и ищут уже столько времени. Смотрите, какая интересная вещь. Что же объединяет отца и сына? Поскольку сын пришел на землю не для того, чтобы исполнить свою волю, но волю пославшего его отца, вероятно, сын и отец ищут что-то одно. Вера и поклонение это единое, целое и неразрывное. Отец ищет поклонников, а сын человеческий ищет веру. А поскольку Иисус говорит «Я и Отец одно», значит и вера и поклонение есть одно. Там, где истинная настоящая вера, там истинная и настоящее поклонение. Там, где истинная и настоящее поклонение, там истинная и настоящая вера. Вы знаете, вера и поклонение это как левое и правое полушарие одного мозга. И этот мозг может полноценно работать только при гармоничном взаимодействии обоих полушарий. вера немыслима без поклонения. А поклонение немыслима без веры. И точно так же, как без веры Богу угодить невозможно, так и без поклонения Богу угодить невозможно, иначе зачем бы Отец искал поклонников? Амин. вера и поклонение. Обратите внимание на их формулировку. Между ними так много общего. Они так взаимо внутри проникаемые категории, что иногда говоря о вере, ты говоришь о поклонении, а иногда когда ты говоришь о поклонении, ты обязательно будешь говорить о вере. Посмотрите формулировка веры. вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера это соединительное звено между духовным миром и миром физическим. Смотрите, я могу осуществлять ожидаемое, то есть на физическом мире осуществлять свою веру только тогда, когда я уверен в невидимом. То есть корневище веры духовные. Корни веры уходят в духовный мир. Это как дерево. Корни никто не видит. Ствол и крону видят все. Но именно невидимые корни держат дерево видимое. так и наша вера физическая, публичная, общественная. Наши успехи и достижения они будут иметь прочное основание, они будут иметь силу и влияние, когда мы будем иметь глубокие духовные корни. Уверенность в невидимом. Уверенным можно быть только в том, что ты знаешь. Если я тебя знаю, я в тебе могу быть уверен. Если я тебя не знаю, я в тебе не могу быть уверен, доверять тебе. Что такое уверенность в невидимом? Это значит знание духовного мира, это значит глубокий духовный опыт и способность ориентироваться в духовном мире, способность сражаться в духовном мире, способность побеждать в духовном мире и на физической территории быть победителем. Это вера. Если посмотреть, что говорит насчет поклонения Иисус в той же самой беседе с Самарянкой, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Потому что Бог есть дух. Бог невидим. И ты поклоняешься невидимому Богу. И ты должен поклоняться в духе. То есть точно так же, как корневище веры является духовным, точно так же и корневище поклонения, оно является глубоко духовной категорией. Как вера, так и поклонение предполагает духовный опыт, знание своего Господа и способность ориентироваться в духовном мире. Точно так же, как реально верующие люди это те, которые любят молиться. Способность пересекать границы. Вера это способность пересекать границы. Поклонение это способность пересекать границы. Достигать духовных территорий из позиции духовной территории, менять ситуацию, менять процессы на территории физического мира. Дальше. Что мы делаем, когда мы выходим в четвертое измерение? Вопрос естественный, а что мне дает это поклонение? Что толку, что вот я прихожу, окей, исполняюсь Духом Святым, пересекаю границы, исполняюсь Духом Святым, и на самом деле воздаю Богу славу и честь? Что мне будет за этого? Что мы делаем в духовном мире? Что происходит с человеком, который прикасается к этим духовным силам? Поклонение это передача власти. Друзья мои, истинное поклонение, оно связано с властью. Люцифер обладал властью. потому потому что тот, кому поклоняется поклонник, отдает часть своей власти тем, кто ему поклоняется. Давайте посмотрим сейчас Матфея 4. Матфея 4 глава и восьмой десятый стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол и все ангелы приступили и служили ему. Это была историческая встреча. Богословы утверждают, я где-то читал, что зародилось беззаконие в сердце Люцифера в тот момент, когда Бог водил первородного во вселенную и сказал, и да поклонятся ему все ангелы. Поклонились ему все ангелы кроме одного Люцифера. Я не вправе утверждать это за абсолютную истину, но очень похоже на сценарий из фильма Король Лев. И когда вводит первородного во вселенную и говорит, да поклонятся ему все ангелы. послушайте, здесь скорее всего было испытание. Помните, есть место, ибо Иисус был агнец закланный прежде создания мира. На земле еще ничего не было. Мы просто опять заглядываем туда, туда, за кулисы духовного мира. Агнец закланный. Может быть, на самом деле вот это агнец Божий, который сегодня на престоле, и ему поклоняются сегодня небесные, земные, преисподние колена, может быть, как пророческий акт Бог на престоле утвердил агнеца и сказал, все поклоняйтесь. И представляете, этот Люцифер во всем своем великолепии и красоте агнец закланный поклоняться откровение кому поклоняться. И посмотрите, беззаконие родилось. Я, мне он должен поклоняться. Вопрос, кто кому поклоняется, это вопрос не амбиций, а власти. Слышите? Поклонение связано с властью. Что говорит поклонение? О чем говорит поклонение? Поклониться кому-то это значит признать свое ничтожество по сравнению с чьим-то могуществом. Поклониться это значит признать за ним всю власть и ответственность за свою жизнь. Поклониться это значит подчинить ему свою волю поклониться это значит за счет своего смирения и послушания претендовать на часть той власти кому я поклоняюсь. в поклонение сокрыт многогранный смысл и мы должны понимать что если я кому-то поклоняюсь я за ним признаю власть авторитет и сил если кому-то поклоняюсь я подражаю и перевоплощаюсь в тот же образ если я кому-то поклоняюсь я претендую иметь то что имеет тот кому я поклоняюсь поклонение это есть трансформация и передача власти всякий кумир делится своей властью своим характером своей культурой своим обаянием и своим содержанием с теми кто поклоняется разве вы не замечали что поклонники фанаты они становятся прямым отражением своих кумиров все фанаты поклонники они преображаются в тот образ кому они поклоняются и мы с вами когда поклоняемся Богу открытым лицом как в зеркале преображаемся в тот же образ от славы в славу как от Господня Духа и посмотрите историческая встреча если верить богословам первый раз они встретились на небе когда отец водил первородного во вселенную и Люцифер встретился и отказался и теперь вторая встреча произошла на земле что Люцифер на небе мечта не сбылась стать Богом не осуществил он свою мечту стать равным Богу эту мечту он осуществил на земле даже будучи сатаной и дьяволом пусть нет огнистых камней пусть нет белокрылых ангелов пусть черти пусть демоны пусть бесы зато я здесь первый и он стал Богом этой земли обратите внимание он захватил власть он создал эту разветвленную сеть язычества этих различных языческих религий это кажется что множество языческих религий это одна религия религия дьявола восток запад азия там африка там какие-то ямайка там инки ацтеки все это одна кухня вы где-нибудь видели чтобы буддисты ссорились с кришнаитами они только с крестьянами борются почему потому что у нас разные боги а если в кулуары пойти корневище белой магии и черной один дьявол хрен редкий не слаще маг он и есть маг чародей он и есть чародей а бог наш есть бог всех богов и царь всех царей и ни у кого такого бога нет халлюя люцифер реваншист и может быть кое в чем мы должны учиться у него может быть режет слух но мы должны учиться упорству упрямству хитрости даже сам джиза сказал однажды будьте мудры аллилуйя господь нас хочет и так научить что уже ну вот у муравья научитесь хорошо кто не понимает что такое у муравья научиться посмотрите на птиц небесных смотрим тоже не научились посмотрите на меня подражайте мне потому что я бог думают кого бы как бы еще зацепить своих людей а будьте мудры как змей ну змей это же прообраз дьявол ну хоть таму научитесь чему-то представляете едемский сад я сотворил человека все прекрасно сотворил а даму сказал охраняй сад и при всей этой охране security и когда муж был на работе раз и заевангелизировал то бишь завербовал женщину представляете себе чему-то мы должны учиться реваншист если у меня не получилось на небе я это осуществлю на земле я буду богом я буду богом я поставлю свой престол если не на небе на земле и вы знаете за всю человеческую историю на земле возникли тысячи культов тысячи богов тысячи религий тысячи всяких всяких тайных обществ и когда иисус пришел на землю бог хотел показать иисусу что это не шутки посмотрите это странно для меня пост сорокадневный иисуса до сих пор загадка ни у кого такого поста нету когда мы говорим у меня сорокадневный пост это несравнимо с тем постом который был у дизуса никому из нас бог не позволил сатаной вести открытый диалог чтобы сатана тебя взял на какое-то крыло храма поставил ты бы помер от первого мгновения ты просто лежишь дома на соках на этих самых ты сатану не видел сатан появился ты бы сразу кончился вот чем дизус от нас отличается не тем что он так же не ел как и мы он в таком состоянии он еще мог логически мыслить и противостоять дьяволу твердой верой представляете берет его на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и представляете Африка Азия Америка Европа все 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 эти царства мои на самом деле вся земля лежит во тьме иисус я знаю зачем ты пришел ты знаешь что государство царство это политика это власть иисус у тебя есть власть есть и у меня есть власть но только ты иисус пришел на чужую территорию это моя территория и он был прав знаете почему потому что все царства поклоняются дьяволу вот эти все уродища которым поклоняются это просто какая-то копия самого дьявола окей мне не надо поклоняться самый великий трюк дьявола меня здесь нет поклоняйтесь вот этой вот гордебалине вот этим монитором поклоняйтесь для меня это еще прикольнее поклоняйтесь дубу бау-бабу поклоняйтесь вон луне сатурну говну навозу мухи а вон да себе поклоняйся а кто-то взял фалос построил давай этому богу поклоняться вы представляете что делать дьявол просто издевается он говорит не надо дьяволу поклоняться вы знаете сатанистов среди язычников среди всех языческих религий раз-два я обчелся язычники и сатанисты это не одно и то же сатанисты это привилегированная часть язычников потому что они являются именно той привилегированной кастой которых которых дьявол сам к себе приближает остальных он просто за дураков держит поклоняйтесь кому угодно чему угодно даже меня нету дьявола нету все дьявола нету вот есть дуб береза есть камни есть там это вся ну просто и люди поклоняются ну как можно понимать ребята в Индии 3 миллиона богов скажите откуда набрать у тебя даже мозгов не хватит чтобы 3 миллиона богов даже перечислить я в Латвии слышал где-то 60 богов и богинь даже где-то 30 матерей чертова бабушка мать дороги мать там какого-то березы мать моря ну кто-то из Латвии из Латвии кто-нибудь есть здесь ну вы наверное в курсе что у наших матерей здесь вот столько и дьявол издевается и просто он дает примитивную форму идолопоклонства но через это поклонство все равно люди поклоняются дьяволу и через это знаете что через поклонение переходит власть главный пункт который мы прочитали главный пункт который мы прочитали закрыт вот в этом стихе когда он сказал все это дам тебе если падше поклонишься мне поклонники имеют награду все это дам тебе если ты поклонишься мне на чем зиждется язычество на том что дьявол дает своим поклонникам что-то цена поклонения поклоняйся мне пусть твои дети поклоняются солнцу огню молоху артемиде ваалам будешь поклоняться я помогу тебе исцеление даже будет урожай будет удачная охота будет война будет удачная через поклонение люди получают благословение вы знаете это принцип всех богов и слева и справа наш бог говорит прославляющих меня я прославлю дьявол говорит все это дам тебе если ты падше поклонишься мне для того чтобы управлять для того чтобы управлять для того чтобы управлять и руководить необходимо получить власть как получить власть через поклонение я глубоко убежден если ты сейчас назовешь имена может быть ведущих сотню вождей политических экономических может быть в сфере шоу-бизнеса я точно тебе скажу за кулисами каждого авторитетного имени стоит обязательно поклонение кому-то тайное или явное очень многие люди поклоняются бесам поклоняются дьяволу в тайне они даже боятся признать что они чьи-то поклонники но мы не хотим скрывать и говорить я поклоняюсь Господу мы тот народ у которого Господь есть Бог и поэтому мы говорим Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи через поклонение приходит власть итак что предлагал Иисус что предлагал дьявол Иисусу окей Иисус ты хочешь взять этот мир пожалуйста я хозяин но только опустись на ступень ниже признай признай что я имею больше власти чем ты признай что я могу распоряжаться твоей судьбой признай что я могу тебе даже помочь и дать то что ты хочешь поклониться дьяволу означало бы на ступень ниже опуститься и признать преимущество дьявола Иисус сказал нет ты опустишься на ступень ниже потому что ты во первых творение проще говоря тварь не просто тварь тебя Господь скинул с неба и ты вероятно мозги отшиб и перепутал кто есть твой Бог ты понимаешь что есть творец он все еще на небе и у него в миллион раз больше власти чем у тебя и точно так же как тебя мой отец скинул с той высоты я клянусь тебе я тебя вышвырну с той высоты на которой ты сегодня стоишь благодаря тому что я буду поклоняться Богу всех богов и царю всех царей и он мне даст тысячу раз больше власти чем та власть которую ты располагаешь может это возьмет больше времени может это возьмет даже того чтобы я прошел крестный путь может быть на этом мне придется заплатить очень много цены все равно вопрос не в том сколько мне за это придется платить вопрос в том что я заберу у тебя власть если ты сильный я сильнейший если ты с оружием в руках защищаешь свою землю я как сильнейший приду я заберу твое оружие и открой эти темницы и все они выйдут на свободу Иисус отказался поклоняться сброшенному Люциферу они все еще делили власть друзья мои знаете почему церковь сегодня бесплодна неэффективно непопулярно и непривлекательно в церкви нет власти нет власти потому что нет реального поклонения почему нужны эти семинары я хочу достучаться до сердца каждого поклонника для того чтобы мы изменили имидж церкви через поклонников своих которые восстанавливают первую заповедь Бог хочет восстановить утраченную славу утраченный авторитет и утраченное влияние церкви благодаря которой страны приходили к Богу своей хвалой мы строим престол и утверждаем владычество нашего Господа когда ты сегодня смотришь на Европу дьявол торжествует мы закинули Библию мы запрещаем церковь сегодня в Англии уже идут дебаты о том чтобы слово богохульство вообще ликвидировать что хулить Бога это уже не криминал развязывается мешок просто беспредельной либерализации и ходит дьявол и говорит посмотри Европа вся она моя вы что-то в этой Европе хотите сделать да вы ничего не сделаете мы все сделаем поклонники все сделают почему я говорю о праздниках поклонения друзья моя молитва и моя вера что за эти семинары мы ухватимся за это откровение о праздниках поклонения потому что во время праздников поклонения будет происходить передача власти двух престолов быть не может когда в храм Дагона внесли ковчег Божий в этом здании началась суматоха два Бога не могут быть в одном месте два престола не могут быть в одном царстве и если мы утверждаем Божий престол то с этого престола прославленный Бог наведет полный порядок и все догоны будут падать я верю в преимущество Божьего престола я верю в преимущество Божьего престола Ночью без людей, друзья, вы только подумайте, это война богов, ночью что-то происходит, открывается храм Дагона, смотрит, Дагон падает, Дагон, просто эта статуя, она лежит перед ковчегом. Люди говорят, что, кто был, как кто, да никто, в этот храм никто не заходит, да вы что, давай Дагона поставили, догнали, провели служение, закрыли, камеры включили, security по полной, на сегодняшний день открывается, может, башки нет, руки отсеченные. И все это лежит перед ковчегом. Друзья, давайте уверуем, что в поклонении есть могущественная ядерная духовная сила. И если в Божьем присутствии падают Дагоны, праздники поклонения обрушат всех современных Дагонов, всех Ваалов и Вартимит. Я глубоко верю, что когда стотысячные стадионы будут наполнены не больными, коллегами, а здоровыми, красивыми мужчинами и женщинами, сердца которых просвещены Божьими откровениями, сердца которых наполнены благодарностью за все чудеса, которые Бог совершил в жизни. И когда под часами мы будем зависать вот в этом помазании, свят Господь Саваоф и вся земля полна славы Господней. Свят Господь Саваоф, рука Твоя не сократилась сегодня. Свят Господь, над городом будет опускаться сила Божья. Слава Божья, криминогенная ситуация будет меняться. Грешники будут реками бежать на стадион, потому что Дух Святой будет обличать мир о правде, грехе и о суде. И мы будем видеть взрыв, пробуждение в окрестных районах. И все города будут наполнены славой Божьей. Аллалюя! Закричи, Аллалюя! Аллалюя! Все это дам тебе, если ты, падший, поклонишься мне. Иисус сказал, нет. Ты имеешь власть, но это ничтожество. По сравнению с тем, что имеет мой Бог. Тот Бог, которому мы с тобой служим. Мне очень жаль, что многие талантливые, способные люди, которых Бог упаковал по полной программе, для того, чтобы эти таланты и дары служили Ему. Они берут то, что Бог дал, идут, развлекают пьяную, обдолбанную толпу. Святые дары служат в этих грязных притонах. И Бог скорбит. Неужели слава человеческая для тебя важнее, чем слава Божья? Мы выбрали искать славу Божью. Мы выбрали этот путь и сказали, Бог, все таланты, все, что у меня есть, все, на что я способен, я буду использовать для того, чтобы ты победил. Чтобы все вот эти вот царства мира, вот эти царства европейского пространства, в конце концов, та страна, в которой я живу, чтобы однажды всякое колено преклонилось перед Твоим именем. Я не буду поклоняться деньгам. Я не буду поклоняться этой системе. Я буду поклоняться моему Господу. Амин. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Он все еще ищет. Там, где есть реальная вера, там есть реальное поклонение. Почему Писание говорит, противостаньте дьяволу, твердой верою? Да потому что в основе поклонения вера, поскольку я уверен в невидимом Боге и пережил на своей жизни столько Божьих благословений, мое сердце полно благодарности, потому что в основе поклонения благодарное сердце. Если хотите поклонение, это этикет. Все люди благодарят своих ближних за любую услугу. Если ты даже мне руку подал и помог спуститься по этим ступеням, я тебе говорю спасибо. Если ты меня пригласил и накормил, я говорю тебе спасибо. Если ты мне помог устроиться на работу, я говорю спасибо. А вздумайтесь только, ребята, сколько Бог для нас сделал. Если хотите, поклонение – это дань справедливости и доказательства культуры и этики. Аминь. Падше, поклонись, и все это дам тебе. Иисус сказал, отойди от меня, сатана. И сатана на самом деле ушел. И ангелы Божьи пришли. Итак, поклонение – это передача власти. Я точно знаю, что если ты поклоняешься Богу, то тебе не грозит. Тебе не грозит никакая беда. Тебе не грозит никакая беда. Итак, друзья. Мы в Латвии. Практический аспект. Вопрос. Какому Богу поклоняется Латвия? Какому Богу поклоняется твой город? Какому Богу поклоняется твоя церковь? Вопрос поклонения – вопрос власти. Ибо какому Богу мы поклоняемся, в те руки мы и отдаем свою судьбу. Церковь должна объяснить своему городу, церковь должна объяснить своему народу, что наш Бог должен стать Богом Латвии. Мы не хотим вот в этих стенах поклоняться Богу. Мы хотим поклоняться Богу на открытых площадях. Мы хотим поклоняться Богу на центральных площадях, на телевидении, чтобы люди видели, как мы поклоняемся. И я точно знаю, что именно поклонники изменят историю своей страны. Именно поклонники напишут новую историю своей страны. Вы знаете, с чего начинались праздники песен в Латвии? Это были праздники поклонения. Если ты посмотришь, репертуар первых концертов – это были сплошные хоралы, это были сплошные песни поклонения. Потом из-за недальновидности и компромиссности у строителей репертуар стал наполняться светскими, танцевальными этническими песнями. И сейчас вообще там ничего христианского нет. Я знаю, что на поклонниках Латвии Бог возлагает великую ответственность реставрировать в исконном, в оригинальном виде праздники поклонения, которые когда-либо происходили на нашей земле. И все латыши сказали, мы это сделаем. Амин, амин. У нас это обязательно получится, потому что Латвия приспособлена для праздников поклонения. Латыши – певучий народ. Просто они заблудились среди языческих богов. Но мы укажем эту дорогу и скажем, Латвия, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи, ибо мы тот народ. Амин. Воздай ему славу. Ну вот. А теперь давайте от глобальных вещей перейдем к локальным. Ты говоришь, ну классно. Ну круто. Люцифер, огнистые камни. А у меня церковь 80 человек на Пасху. А что мне делать с этим учением? Давайте перейдем к более практическим вещам, которые пригодятся как в персональном отношении, так как которые будут... Ох. Начинается. Как в небольшой церкви можно практиковать, так и в большой. Перейдем к практическим вещам. Давайте откроем. Как пересекать границы? Вопрос. Как пересекать границы? Поклонение это способность входить в духовное измерение. Мы должны знать секреты, как отрываться от земли. Мы должны знать секреты, как исполняться Духом Святым. Многие из вас задают практический вопрос. Выхожу. Люди как отмороженные. Не реагируют какие-то. Вообще. Мы здесь типа супердуховные. Молились там. А их вообще им поклонение не нужно. Когда я слышу такие вот вещи, знаете, я всегда улыбаюсь. Потому что это напоминает мне ситуацию, когда плохому танцору нужен хороший хирург. Никогда нельзя обвинять публику. Нет плохой церкви, есть плохие левиты. Нет плохих студентах, есть плохие профессора. Поэтому давайте лучше на себя возьмем ответственность. И не кочегар. Ты не кочегар. Я вот кочегарил толпу. Кочегар. Ты кочегар, так иди в кочегарку. Что ты с микрофоном здесь делаешь? Твоя задача прежде чем выйти на эту сцену, пересечь границы, набрать в этом духовном мире кое-чего и вот в таком состоянии притащить сюда вот это кое-чего и все это выбросить. И я тебе гарантирую, сугробы вырастают. Сугроб 2. Как слышишь? Хорошо. Вы все знаете, друзья, и все вы честные люди и знаете. Каждый раз, когда выходит лидер прославления, проповедник, это относится ко всем. Ты можешь сразу запомнить, это я точно знаю, что Дух Святой тебе на всю жизнь записал на скрижалях сердца, кто пересекал границы, а кто нет. вышел, пропел что-то и ушел. Видно, сидел дома. А другой вышел. Вау! Что-то случилось. Тот, кто умеет менять атмосферу, тот истинный поклонник. Потому что он поклоняется в Духе и в истине. Там, где Дух, там есть истина. Какие практические советы? Первый параллельпоменон двадцать пять. Давайте откроем. Первый параллельпоменон двадцать пять. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Дифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтырях, кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Восстановление скинии Давидовой это восстановление его опыта в музыкальном служении поклонения. Посмотрите, Бог ищет поклонников в себе. Давид среди огромного количества музыкантов видел каких-то особенных и он тоже отделял из них особенных отделял для себя. Посмотрите, отделил. О чем это говорит? Что и отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа и ему на идифон отделил. То есть, там было много. Но там, вероятно, был какой-то кастинг. Вероятно, там был какой-то аудишн. Там какой-то отбор был. Вероятно, начальники и сам Давид, когда был на служении, он отмечал, вау, когда выходил вот этот, видно, что он пересекал границы. Потому что вместе с ним что-то приходило. А другой приходил один. В одиночку выходить сюда нельзя. В одиночку сюда выходить нельзя. И чем отличались те, кого отделил Давид, от тех, кого он не отделил? Верятно, те в одиночку играли, пели, танцевали, а вот эти, они были особенные. Отделил. Подчеркиваю это слово, что их отделяло от всех остальных, чтобы они провещевали на цитрах и других инструментах. Эти люди отличались от других тем, что другие играли, а эти провещевали. чем отличаются поклонники от истинных поклонников? Поклонники играют, а истинные поклонники провещевают. Провещевают. И вот на этом слове провещевают. Мы сейчас поставим точку и через 10 минут я вам объясню, что кроется за этой отличительной чертой, которая отделяет просто музыкантов, концертников от истинных поклонников. Итак, переходим сейчас к практическим вещам. Мы остановились на том, что Давид отделил от прочих музыкантов, Давид отделил от прочих левитов особенную группу, особенную группу поклонников и музыкантов. Отличались они от прочих всех, что прочие играли, это очень важно играть, играть профессионально, правильно, в ритм, чтобы все было гармонично, чтобы басист не догонял барабанщика, чтобы пели без косохуна, чтобы все держали аккорд, потому что когда христиане начинают петь, пока музыка играет классно, как вокал начинается, все сразу понимают, это христиане, потому что нас преследуют бесы под названием секунда, нас преследуют какие-то бесы под названием полтона, Господи, помоги нам однажды выровнять это все, я уже не говорю да про вещевание, я говорю про обыкновенные профессиональные вещи, мы должны петь ровно, мы должны играть круто, у нас все должно быть в порядке, но еще есть одна градация, он Давид отделил музыкантов для того, чтобы провещевать, и так, это очень старое слово, древнее слово, провещевать, отличается оно от слова играть особенным глубоким смыслом, что это за смысл, слово провещевать встречается, может быть, пару раз в Библии, и кроме того, что записано в первое параллельпоменон 25.1, мы это слово встречаем Деяния 2 глава, и как вы уже догадываетесь, и как вы уже догадываетесь, речь идет о неких духовных процессах, читаем, 2-4, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. Оказывается, провещевать на инструменте, провещевать с микрофоном, когда ты поешь, когда ты импровизируешь, это называется духовная импровизация, под непосредственным управлением Духа Святого. Это уже пересечение границ. Провещевание, это как раз пересечение границ, и ты находишься в духовном мире. Это называется область медитации. Это называется уже опыт, когда ты вошел в духовный мир, и ты чувствуешь наитие. Дух Святой управляет тобой. Дух Святой использует твои ресурсы. Дух Святой использует твой опыт. Под сейчас не ты руководишь руками, а ты чувствуешь, что Дух Святой управляет тобой. Там нет суеты, нагромождений, может быть, там нет столько много всяких движений, рисунков, нот, мелодий, но даже та простота, которая звучит, она вызывает дрожь. Я недавно поставил диск одной из конференций в Днепре. Я думал, можно даже здесь как-нибудь на следующем занятии поставить. Я поставил через три минуты, я был весь мокрый, мое сердце вот так стучало. Даже вот этот информационный носитель, как диск, он может сохранить это провещевание. Это духовная музыка, которая никогда и никого не оставит равнодушной. И я, к сожалению, вынужден признать тот факт, что провещевание становится дефицитом дефицитом. Дефицит должен стать нормой каждого служения. Здесь не должно... Поймите такую вещь, что провещевание это целая связка ключей от духовного, от дверей в духовный мир. Это не может быть только одна какая-то линия унисон. Можно под ритм такой уходить в духовный мир. Друзья, даже сегодня на концертах ведущих мегагрупп люди идут не столько на информатику, не столько на шоу, сколько на энергетику. Сегодня энергетика является показателем настоящих музыкантов. Даже в мире сегодня, друзья, идет уже переоценка талантливых людей. Если нет харизмы, энергетики, если нет провещевания, это просто заурядный музыкант. Но когда человек способен пересечь границы, взять инструмент буквально на трех струнах, и ты чувствуешь, меняется все. Истинные поклонники это те, которые провещевают. Провещевать можно не только на клавишах. Я вспоминаю этого басиста, как-то его звали, Лобориол, когда он выходил на сцену, он просто на бас-гитаре. И он высекал такую атмосферу, я сам ощущал это. Друзья мои, дух, он не признает и не зацикливается на каких-то жанрах, инструментах или чем-то. Если ты просто открыт для духовного мира, если ты способен Духу Святому представить себя как инструмент, во-первых, человек как инструмент, а если еще инструмент в руках человека, который как инструмент, вот это настоящее провещевание. Двойной инструмент. Во-первых, я как человек инструмент, я перед Богом, дрожу, я перед Богом благоговею, я пропитан, исполнились Духа Святого и провещевали. Провещевать можно только исполнившись Духом Святым. И тогда Дух Святой, Он творит чудеса, Он творит чудеса. Когда Дух Святой тебя наполняет, вы помните, когда Дух я танцую, как Давид, когда Дух Святой отступает, я грешу, я как Давид. Ну, то есть, мы все как Давиды, вот. Поэтому лучше, чтобы когда Дух Святой наполняет, чтобы мы и провещевали, как Давид, и танцевали, как Давид. насчет танцев. Я вспоминаю одно служение, которое у нас было на ДСРе. Ну, я как коренной такой махровый баптист, у меня, конечно, определенное отношение к танцам, поскольку у нас с детства воспитывали в таком духе, что нельзя танцевать, нельзя это, а я так хотел, до сих пор хочу. Но эта закваска такая крепкая, что у меня, кроме летки-енки, ничего не выходит, к сожалению. Хочу рок-н-ролл, ну, научусь когда-нибудь. Покажу вам. Так вот, поэтому отношение к танцу у меня было, ну, такое, ну, прохладно, ну, танцуют, да танцуют. Но приехала к нам, не знаю, какая-то еврейская группа ДСРе. И с какими-то свечами, что-то такое. Эта еврейская музыка, она вообще особенная, особенно если она такая вот, такая драматическая, то всем хочется плакать сразу. Если уж забой, так всем хочется сразу ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, и так далее. Вот я сидел, смотрел, ну, еврейские танцы, эта музыка играла, они танцевали. И потом в один момент я чувствовал, меня что-то накрывает, у меня слезы текут вообще без, знаете, неконтролируемые процессы. я не помню, что случилось. Внутри что-то расплавилось, я на колени встал. Я говорю, Бог, какой ты великий танц. Это даже не было песни, не было месседжа. Слышите? Месседж даже отсутствует. Но есть энергия духа. А наш дух, он тоже дух. И когда вот Божий дух соединяется с нашим, он производит в нас какие-то глубокие перемены. Пересекали границу. Поклонение, провещевание, пересечение границ и способность из духовного мира открыть большой-большой шлюз, чтобы это помазание, оно выхлестнулось. Вот это дефицит. К этому мы должны стремиться, истинные поклонники должны поклоняться в духе и в истине. Какое условие, ты скажешь, я один, у меня небольшая церковь, или у меня большая церковь, никто не помешает нам исполняться Духом Святым. Никто нам не помешает, прежде чем выходить на сцену, провести хотя бы одну репетицию, на которой мы все молились бы и пытались провещевать. Искусство провещевания, оно должно войти в наш регламент. Пусть это будет медитационная репетиция. Никто. Я знаю, что в любой группе музыкальной есть какой-то лидер. У кого-то это гитара, у кого-то это клавиши, у кого-то... Да не важно, друзья, у кого-то это просто вот, ну, вот, вокал. Поймите, когда мы исполняемся Духом Святым, кто-то начинает инициативу. Буду петь умом, буду петь Духом. Буду молиться умом, буду молиться Духом. Вначале душевная. Но задача пересечь границы и достичь духовного. У нас не хватает времени вот на эти тонкие вещи, но именно они являются самым главным корневищем нашего эффективного, истинного поклонения. Амин. провещевания. Это способность исполниться Духом Святым, отдаться во власть и позволить Богу сделать то, что Он хочет. Повторяю, синдром двух инструментов. Если человек становится послушным инструментом в руках Божьих, то тот инструмент, который держит человек, который стал инструментом, будет звучать совершенно иначе. Амин. Давайте посмотрим, как это происходит. Четвертая Царств 3.15 Четвертая Царств 3.15 Речь идет о Елисее. Елисей беседовал с царем. Четвертый Царств 3.15 Страна была в затруднительном состоянии, положении. Враги осаждали Израиль. Царь обратился к пророку и сказал, нам нужен совет, нам нужна помощь свыше. Наш политический опыт уже ничего не значит. Мы хотим слышать слово от Господа. А как слышать слово от Господа, если ты не пересекаешь границы и пригласили гуслиста. Смотрите, теперь позовите мне гуслиста. В каждом народе, в каждой церкви должны быть те, которых Бог отделил себе гуслистов. Тех, кто способен провещевать. Тот, кто способен открывать двери в духовный мир. Друзья, вот это крутизна. вот это сила, вот это авторитет. Позовите гуслиста. А у вас есть такие? Есть. И заходит этот гусляр. Я думаю, он по многу часов в день проводил вместе со своим инструментом, поклоняясь Богу. Не раз, может быть, заливаясь слезами, не раз рождая новые мелодии, не раз переживая потрясающую близость с Богом. И вот он пришел, опытный человек провещевания. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. вот она цель истинных поклонников. Когда гуслист играл, он не просто перебирал струны, он, исполнившись Духа Святого, провещевал. И когда он провещевал рука Господня, она прикоснулась к Елисею, и Елисей услышал Божий голос. Обратите внимание, кто такой гуслист? И кто такой Елисей? Елисей имел двойное помазание пророка Ильи. Казалось, ему вообще никто не нужен. Он сам тебе возьмет мелодь, он сам возьмет и там Иордан остановит. Нет. Самому великому Божьему служителю необходим гуслист. Вот почему многие служители, они вместе с собой всегда берут тех, кто обязательно стелет, кто обязательно провещевает, кто их окружает, потому что даже пророк беспомощен. Пророк Елисей с двойным помазанием, он ничего не мог сделать. Он говорит, дайте гуслист. Пусть у нас в каждой церкви будет вот такой куслист, вот такой музыкант, который знает Бога. Друзья, представьте себе, если в группе прославления хотя бы через одного провещевателя, тогда рука Господня в момент прославления и поклонения начнет уже касаться людей. Я верю в исцеляющее прославления. Потому что если рука касается, человек не остается прежним. Больные будут исцеляться, когда рука Господня во время этого поклонения будет касаться. Люди будут обличаемы Духом Святым каяться в своих грехах. Друзья мои, какая могущественная сила сокрыта в этом провещевании. Нам не нужна просто толпа в самых способных, одаренных. Команда это не сборище ярких личностей. Команда поклонников истинных, я подчеркиваю это слово, истинных поклонников. Привилегированная каста не по физическим, социальным понятиям по-духовным. А что там говорить? Когда мы говорим, вот у нас был семидневный пост, во время этого поста к микрофону молиться выходили, я не знаю, но десятки людей, и каждый из нас чувствовал, кто-то берет микрофон, ну как была атмосфера в церкви, в зале, такая она и осталась, но другой берет микрофон, и ты чувствуешь тебя вот так от земли отрывает, и тебя возносит к небу, та же молитва, тот же микрофон, но атмосфера меняется, вот так Давид и присматривался, ты, ты и ты, иди сюда, мы будем с вами работать на пересечении границ, на открытие духовного мира, чтобы рука Господня касалась. Я верю, что вот физическое возложение рук, вот когда приглашаешь вперед, оно необходимо, оно практикуется там, где нет истинных поклонников, а если есть истинные поклонники, то рука Божья во время поклонения, она по залу прикасается, я верю вот в это, мы должны освоить это, это уже не касается того, большая церковь или маленькая, я знаю огромные церкви, в которые много музыкантов, но ты там не переживаешь, там голодуха, ты хочешь прикоснуться вот к этим градусам, вот к этим вещам, но там все, там есть музыка, там есть хор, там есть красота, там есть даже симфонический оркестр, но нет провещевания, все это земная красота, я не говорю, что все это надо выкидывать, но нужно отделить тех, кто провещевает, даже вы помните у черных церквах, когда идет особо горячие моменты, там обязательно где-то кто-то на Хамонде, вроде зачем проповеднику вот это, а это гуслист, который не поймешь кто кого заводит, но они церковь точно заводят, но они церковь точно заводят, мне дико это нравится, амен, позовите гуслиста, тем гуслисты черные, правда, друзья мои, домашняя работа найти в церкви этих людей, которые способны провещевать, если их нету, поставьте перед собой задачу, давайте молиться, музыканты, научи нас Господь, научи нас провещевать, научи нас в первую очередь исполняться Духом Святым, и вот в этом состоянии попробуй петь, в этом состоянии попробуй играть, в этом состоянии, попробуй пророчествовать, и Бог будет использовать тебя как свой рупор, как свой инструмент, амен, Елисей, повторяю, двойное помазание, ничего, слушает, духовный мир закрыт, ждут пророческого слова, как говорит Господь, ничего пока нет, ну, гуслиста позовите, пришел гуслист, и вдруг атмосфера, И ты чувствуешь, Бог обращается к тебе. Провещевание – это способность двигаться в духе. Дальше. Очень важные комменты. Смысл поклонения – это достичь откровения. Потому что духовный мир, друзья, это не только ощущения. Давайте согласимся. Духовный мир – это не только область ощущений. Мне стало тепло. Или сила меня опрокинула. Я, например, мы проходили любой опыт. И когда сила приходила, и ты падал. Когда сила приходила, тебе становилось весело. Сила приходила, ты плакал и сокрушался. Когда сила приходила, и у тебя было так много переживаний. Но, друзья, есть информатика и есть энергетика. Есть энергетика в духовном мире, но есть еще и информатика. Помните, как Иоанн Богослов, когда был на острове Патмос, когда увидел того, кто стоял среди семи звезд, среди семи золотых светильников, он говорит, и упал я, как мертвый. Ну, это наша привычная практика. Помазание пришло. Мы упали, как мертвые. А если до этого еще три ночи не спали, думаешь, слава Богу за такую возможность. Немножко отдохнули. Но, смотрите, Богу, как бы сказать, Бог смотрит, как на детей, которые упали, немножко поспали, встали. А взрослым, за взрослыми Господь ведет иначе. И когда Иоанн упал, как мертвый, Господь говорит, ну-ка встань. Ты чего лежишь? Это дети лежат. А-а-а, под помазание. Взрослые долго не лежат. Он говорит, ну-ка встань. Он встал. Бери ручку, тетрадку и напиши. Ангелу сардийской церкви знаю дела твои. И трезвяк. Ты говоришь, а зачем? Потому что духовное пространство это не только область ощущений, но еще и область откровений. Амин. Поэтому, друзья, цель поклонения вести людей в духовное пространство не только для того, чтобы люди ощутили силу Божью, но чтобы еще услышали Божий голос. Чтобы они услышали какое-то откровение. Чтобы они услышали ту фразу, которую Бог сказал. Писание говорит, что когда кто-то входит во святилище, то Бог не говорит во внешнем дворе. Бог не говорит вот в этом святое. Бог говорит во святое святых. Восторжествую. В прошлый год у нас проходил под девизом время посещения их. Когда мы эту фразу услышали, мы ее не просто прочитали, а вот когда Дух Святой сошел, когда пришла вот эта помазаль, когда пришла эта атмосфера, рука Господня коснулась, и мы услышали, я посещу их. Я разберусь с ним. И когда ты берешь это пророческое слово, оно будет пахать весь год. Нам необходимо понимать, что духовный мир полон информации. Духовный мир полон песен. Духовный мир полон образов. Духовный мир полон творчества. И чем чаще ты входишь в духовный мир, тем больше ты получаешь оттуда материала для твоего креатива. Ты думаешь, какой ремонт делать? Тебе Бог может даже в духовном мире дать дизайн. Если ты композитор, тебе Бог может такую мелодию дать, которую никто в жизни никогда не пел. Она ни на кого похожа не будет. если ты кутюрье, Господь тебе такой фасон даст, что никто и не носил его никогда, как у Иисуса Христа. Я точно знаю, что все профессии, включая и бизнес, и политику, и спорт, я не знаю, там и духовные вещи, они будут у нас намного богаче, если мы с вами будем исполняться Духом Святым. Посмотрите, Яков работает у Лавана. Бедный Яков, когда я про него думаю, я думаю, хорошо, что я живу в 21 веке, что не надо пахать семь лет на жену, а под утро узнать, что это не она. или пили крепко, или электричества не было, не знаю я по какой причине, а потом еще семь лет. Но я не об этом. Смотрите, он пришел там с одним посохом, а Лаван его обманывал, обманывал, и потом он принес и сказал, давай договоримся так, никто же не контролирует, в какой шкуре рождаются эти бараны. Говорит, давай договоримся, вот чистые все бараны твои, а в крапинку мои. Лаван даже не врубился, ну, бери крапинку, а мои будут чистые, давай. А Бог ему откровение дал. Вы знаете, даже вот ты думаешь, что нужно сделать, чтобы баранов было много? Ты говоришь, ну, что, Бога беспокоит по поводу таких мелочей? Ты знаешь, Бог-то все сотворил, Он все фишки знает и все штучки. Вы знаете, все секреты селекционирования, плодородства и животноводства. И представляешь, что Бог ему откровение какое дал, он молился, Господь, ну, как бы сделать, чтобы в крапинку было больше, чем вот этих лысых, ну, то есть вот этих ровных. А Господь ему говорит, «А ты бери какие-то прутья там, какие-то вот такие в крапинку, короче, чтобы у этих баранов перед этим, как называется, сексом, пестрила перед глазами?» И когда у них в этот момент будет пестрить перед глазами, у них будет пестрая генетика. Потому что в каком состоянии начинаются бараны, вот такие они потом и будут. и представляете себе, Яков стал первым экспертом в области животной сексопатологии. Селекционировал. Я не знаю, как он делал, короче, чем кормил, какой виагра этих баранов, но по крайней мере там начинался медовый месяц, и он брал эти все пестрые там какие-то прутья, какие-то картины. И бараны просто тащились. Когда они видели пестрые эти ткани, у них прямо вообще все вставало, и они друг на друга вставали, и, короче, начиналось Божье благословение. И потом, когда эти вот рождались овечки, он принимал роды. Он молился за этих беременных, как их называлось? Подожди, если он баран, а она кто? Овца! Точно! И когда он молился за этих беременных овечек, Господь, хоть бы в крапинку, хоть бы в крапинку, хоть бы в крапинку, и вылезает крапинка. Ну, и лаван обломался. В общем, и там тысячу баранов маленьких родилось в крапинку. Ты скажешь, откуда он все это узнал? Сошлось, карты легли, звезды встали. Да не в звезды встали. Откровение пришло от Бога. Амин? Согласитесь, когда есть провещевание, когда ты исполняешься Духом Святым, когда рука коснется тебя, у тебя будут такие мудрые решения, у тебя такие будут оригинальные, просто нестандартные решения, что твои стада, они будут в 10 раз больше других при тех же условиях. При тех же условиях. Друзья, я глубоко верю. Смотрите, какое откровение пришло вот в данном случае. Теперь позовите гуслист. Когда гуслист играл, рука Господня коснулся Лисея, и он сказал, так говорит Господь, делайте на этой долине рвы за рвами, ибо, так говорит Господь, не увидите ветра, не увидите дождя, долина сия наполнится водою, которую будете пить вы, и мелкий, и крупный скот ваш. Но этого мало перед очами Господа, он и Муава придаст в руки ваши. Понимаете? Если ты духовный человек, если ты способен исполняться Святым Духом, тебя никто не обманет. Ты не будешь повторяться. Посмотрите, казалось бы, вчера опыт, Илья на вершине горы Кармел, он на вершине, на горе, он разводит этот костер, там, обливает водой, и там, Боже, пусть огонь с неба сойдет, и потом, после этого, пусть дождь придет, а здесь такая же ситуация, засуха, и нам бы так хотелось снова подняться на гору Кармел, снова там этот жертвенник построить, снова там огонь, и вода, и медные трубы, то есть повторяться. А если ты духовный человек, знаете, в чем преимущество духовного человека? Что он непредсказуемый. У него сегодня он на горе, а завтра он под горой. Вчера тучи были и дождь, а Бог говорит, а в этот раз не увидите дождя, не увидите ветра, я не повторяюсь, у меня каждый раз все новое и оригинальное, откуда вода появится, а вот копать рвы за рвами, может жертвенник на горе посмотришь, не надо, это вчера было. В чем мы всегда страдаем? Что мы любим повторяться, повторяться, даже песни одни и те же поем, а Господь, копай рвы, и вот в этом рве ты увидишь, вода потечет, откуда она потечет, там нету, не твое дело, делай, что Бог тебе сказал. Вот в чем преимущество, красота и оригинальность истинных поклонников, они высвобождают нестандартные Божьи решения, которые помогают нам. Смотрите, не будет ветра, не будет дождя, но копать рвы надо. Безумная работа, копаем рвы, откуда вода? Бог сказал. Выкопали, вода появилась, пить будете вы, ваш скот будет пить, а потом Господь говорит, но этого еще мало. Почему? Потому что Бог делает несравненно больше, о чем мы просим и о чем мы помышляем. Амин. Откуда пришло это оригинальное решение? Кто открыл эту сокровищницу Божьих откровений? Истинные поклонники. Следующая мысль, следующая мысль, что истинное поклонение, оно преображает человека. Первое царство, давайте посмотрим. Первое царство, десятая глава. Первое царство, десятая глава. И начнем с пятого стиха. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты и перед ними псалтырь, тимпаны, свирель, гусли, и они пророчествуют. Апогеем истинного поклонения является пророческое слово. Что такое пророческое слово? Это не только то, что ты слышишь в духовном мире и воспроизводишь. Это один из продуктов твоего сотрудничества с Духом святым, но я скажу вам, что вот перед вами истинное пророческое слово. И когда наши песни состоят из чистых, неповрежденных текстов слова Божьего, они обладают убойной силой. Когда ты говоришь, мы тот народ, у которого Господь есть Бог, и когда ты это в духе исполняешь, духовный мир меняется. когда ты говоришь, восстань Господь, и рассеются враги твои, и все ложные боги исчезнут с лица земли, дело в том, что это уже пророческое слово. И когда ты его в духе произносишь, атмосфера вокруг меняется, и это слово становится плотью. Во время такого поклонения ложные боги падают. до линии мертвых костей происходит реанимация. Эти кости сближаются, покрываются плотью. И вот целый сон пророков, смотрите, раньше практиковалось охранный отряд, и когда придешь в город, сон пророков, сходящих с высоты, перед ними псалтырь, тимпаны, свирель, гусли, и они пророчествуют. Вы знаете, эти кричаниты это жалкое подобие. Они пытаются там свое пророчествовать. Но, друзья, мы говорим, что вот это в миниатюре праздники поклонения. Они идут. Цитры, тимпаны, полный набор. И они идут, что-то такое, делают такое ритмическое. Что-то пьют такое приятное, и они пророчествуют, что наш Бог, всемогущий Бог, все враги будут положены в подножие ног Его. Мы, народ, которого Бог избрал. Вот это есть пророческое слово. И смотрите, вокруг них просто облако славы. И тот, кто попадал в это облако, читаем дальше, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Вот смысл поклонения. Поклонение. Поклонение это передача власти, а власть подчиняет, власть меняет. Господь сказал Павлу, и Павел передал нам, что он дал нам благодать и апостольство пленять всякое помышление в послушание Иисусу Христу. Я знаю, что невозможно быть нейтральным человеком возле истинных поклонников, потому что вокруг них огромное энергетическое пространство. Люди вблизи этих поклонников, посмотрите, и ты исполнишься Духом Святым, и ты будешь вместе с ними пророчествовать. Ты даже не сознавая того, вместе с ними будешь говорить, мы тот народ, у которого Господь есть Бог, или Свят Господь, и вся земля полна славы Господней. И самое главное, и ты сделаешься иным человеком. Зачем нам нужны праздники поклонения? Если маленькая группа поклонников может сделать одного человека иным, большая группа поклонников может город сделать иным городом. Амин. Дух Святой может сходить не только на одного человека и менять его характеристики. Бог не мерою дает Духа Святого просящим, просящим у Него. Если мы на стадионах соберемся, я почему делаю ставку на это? если на стадионе соберутся сотни провещевателей, знайте, что Дух Святой может сойти на город, на близлежащие микрорайоны. Люди, которые будут находиться даже в квартирах, они не будут понимать, что происходит. Они наполняться будут Святым Духом. Они начнут говорить на новых языках и начнут провещевать, и они сделаются иными людьми. И я заявляю, что праздники поклонения это будет самое эффективное средство евангелизации мира в 21 веке. И я знаю, что благодаря праздникам поклонения Господу обратится гораздо больше людей, чем через евангелизм, который мы видели раньше. Бог ищет поклонников для того, чтобы явить свою великую славу и изменить наш мир. Я знаю, что Латвия поменяется через поклонение. В поклонении есть могущественная власть, могущественная сила. И когда Саул встретил этот сон пророков, он почувствовал, что на него сошел Дух Святой. Без духовного поклонения в природе не бывает. Если поклонение, значит в духе и в истине. Дух это энергетика, а истина это пророчество, которое изрекают поклонники. И самое последнее место, которое мне бы сейчас хотелось прочитать это второй пролепоминон 20. Второй пролепоминон 20. Как будут выглядеть эти глобальные мега-проекты поклонения. Извините, Третье Царство 8. Третье Царство 8. Я этого жду с нетерпением, и это однажды произойдет. Я благодарю Бога, что сейчас нас смотрит так много людей, и Бог будет собирать этих поклонников, и мы однажды увидим эту славу Божьем. Давайте посмотрим Третье Царство 8. Читаем. И в Ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Подчеркиваю, когда священники вышли из святилища, тогда облако наполнило храм. Святилище это пересеченные границы, это место, где Бог встречается с человеком. Истинные поклонники это люди святилища. Это люди святилища. Во святой святых Бог лично встречается с каждым из нас. Эти священники научились этому важному искусству не выходить на подиум, на сцену одни. Они понимают, что если они одни, они ничего не сделают. Но когда они перед тем, как выйти на сцену, вошли во святилище, встретились с Богом, исполнились Божьей силой и славой, они вышли. Они ничего не проповедовали. Они вышли, и вместе с ними вышла вот эта атмосфера помазания, атмосфера поклонения святости и праведности. И все люди увидели, какой благ Господь и какое облако наполнило. Атмосфера бывает разная. Писание говорит, священники не могли стоять по причине облака. Это говорится о том, что все они лежали на полу. Если мы открываем второе Паралипоменон, это просто картинки, пророческие картинки нашего будущего. Второе Паралипоменон, пятая глава. Мы идем в том направлении. Смотрите, когда священники вышли из святилища, это более подробная картина. Ибо все священники, находящиеся там, осветились без различия отделов. Святилище очищает нас. В Божьем присутствии мы оставляем всякую нечистоту. Наши руки, наша совесть, наше сердце, оно становится чистым, и мы, имея чистое сердце Бога, можем видеть. Левиты, певцы, все они, то есть Асав, Яман и Дифун, как раз это те люди, которых Давид отделил для провещевания. Они были вместе с ними в одной команде, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, с псалтырями, цитрами, стояли с восточной стороны жертвенника, а с ними сто двадцать священников, трубивших трубами. Сто двадцать священников, которые трубили трубами. Это был огромный оркестр, это была огромная медная пачка, это была огромная группа, которая поклонялась Богу. И были они, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Господень. Вот что такое праздники поклонения. Цель, чтобы Божья слава пришла, 120 труп, хор, поющие, играющие. Так бы хотелось оказаться на одном из таких служений. Друзья, мы однажды окажемся не в гостях, Бог даст нам милость произвести вот эту скинию Давида. Когда будет столько труп, когда будет столько просвещенных священников. И вот такие праздники будут менять судьбу нации, судьбу наших городов и наших народов. Давайте закроем глаза. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам привилегию входить во святилище. Я призываю Твое благословение сейчас на всех, кто сегодня находится здесь. Я призываю Твое благословение на тех, кто сегодня нас смотрит в онлайне, для тех, кто сегодня жаждет Твоей силы и славы. Я благословляю сейчас всех алчих и жаждущих правды Твоей. Если Ты ищешь поклонников, пусть они встанут, как великая армия. Я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись к нам. Сними с нас позор и посрамление. Пусть материализм разрушится в наших церквах. Пусть самодеятельность закончится. Дух Святой, помазывай нас сегодня. Отдели, Господь, на служение себе тех, кто будет провещевать. Тот, кто будет пересекать границы и входить во святилище Твое. Я прошу Тебя, Дух Святой, пусть в каждой церкви, пусть в каждом народе, пусть в каждом городе будут пророки и провещеватели, которые будут приносить атмосферу Царствия Твоего, чтобы менять город, менять людей и менять судьбы. Мы поклоняемся Тебе, Иисус, пусть это Слово Твое станет плотью. Я прошу Тебя, дай нам эту способность исполняться Духом Святым, понимать волю Твою, понимать Слово Твое. Боже, пусть закончится время без духовного поклонения, пусть закончится время суеты на сцене, пусть закончится время конкуренции, гордости и человеческих экспериментов. Я прошу Тебя, Господь, пусть на арену выйдут истинные поклонники, которые бы поклонялись Тебе в Духе и Истине, ибо таких поклонников Ты ищешь себе. Мы любим Тебя и просим Тебя, пусть это Слово не возвратится к Тебе тщетным, пусть оно исполнит то, для чего оно послано. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Иисуса. Продолжение следует... 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 Amén... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...